Прием документов завершился. Кого будем выбирать 13 сентября? Главное, кто кандидат и через несколько секунд. Садись, два! В Министерстве строительства Неницкому округу поставили неуд. Обоснованно или нет, а главное, за что? Регион готовится к празднованию Дня Оленя, а журналисты телеканала «Север» готовятся освещать главный национальный праздник. Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирина Цепитова. До единого дня голосования осталось чуть больше месяца. Напомню, 13 сентября этого года жители округа выберут губернатора Архангельской области, а также депутатов по двум многомандатным округам в городской совет, глав Великовисочного и телевисочного сельсоветов. Последним прием документов в избирательной комиссии завершился 27 июля. Выборы в единый день голосования будут проходить в обычном режиме. Избирательные участки, а всего их 51, откроют свои двери в 8 утра. Жители округа смогут отдать свой голос за одного из шести кандидатов губернатора Архангельской области. Кроме того, 13 сентября пройдут дополнительные выборы депутатов Горсовета Наринмара в двух многомандатных избирательных округах – Центральном и Портовом. Их проведение связано с тем, что два депутата – Галина Медведева и Елена Сопочкина – перешли на госслужбу вице-губернатором и председателем счетной палаты НАО соответственно и были вынуждены покинуть Горсовет. Прием заявлений от выдвиженцев в депутатские кресла завершился 26 июля. Некоторые из кандидатов уже сдали окончательные пакеты документов на регистрацию. В целом у нас по городу, по этим двум округам выдвинулись 23 кандидата. Конечно, количество большое. 10 кандидатов выдвинулись по Центральному округу и 13, соответственно, выдвинулись по Портовому. Подвижение кандидатов завершилось и в Великовисочном сельсовете. На досрочных выборах определится глава муниципального образования. У нас выдвинуло заявление 5 человек. Из них зарегистрировано только двое. Остальные мы будем регистрировать завтра и послезавтра. В единый день голосования выберут и главу Тельвисочного сельсовета. Выборы назначены в плановом порядке. Кроме того, жителям Тельвиски и Устья предстоит избрать депутата местного совета. Алина Ваучейская, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Подробнее о том, как проходит регистрация кандидатов и подготовка к выборам, смотрите в интервью с председателем избирательной комиссии Нинецкого округа Георгием Поповым в программе «Новости Севера» 29 июля. НАО по ошибке поставили неот. По вине чиновника из Минстроя Российской Федерации Нинецкий округ вошел в число аутсайдеров по подготовке к зиме. При том, что фактически объем завезенного топлива в регионе уже составляет 65%, сообщает пресс-служба администрации округа. 24 июля министр строительства и ЖКХ Михаил Мень на селекторном совещании жестко раскритиковал регионы, в которых, согласно отчетности, нулевой запас топлива. В НАО, где опережающий завоз горючего на следующий сезон начинается уже в мае, как только реки освобождаются от льда, слова министра вызвали недоумение. Оказалось, что вместо реальных цифр один из сотрудников Минстроя по ошибке поставил округу нули. При этом, по данным наутро 24 июля, общий объем поставки всех видов топлива в регион составил 65%. Ситуацию прокомментировал губернатор округа Игорь Кошин. Люди, отвечающие за опережающий завоз топлива в регион, уже с середины мая находятся на низком старте, комментирует ситуацию губернатор НАО Игорь Кошин. Завоз производится в интенсивном режиме. Расслабиться не дают ни короткое северное лето, ни низкий уровень воды в наших реках. В климатических условиях севера что может быть важнее, чем подготовить сани летом? На сегодняшний день, по сводкам регионального департамента строительства и ЖКХ, поставки дров, угля и дизельного топлива идут в полном соответствии с графиком. Теми видами топлива в полном объеме уже обеспечены 12 населенных пунктов округа. План по доставке дизельного топлива выполнен на 75,6%, масел и смазок на 66,7%, угля на 67,9%, дров на 52,4%. Компания по северному завозу в округе должна быть завершена до 1 сентября этого года. Родовые общины получат поддержку из окружного бюджета. Администрация региона утвердила порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей семейным общинам коренных малочисленных народов Севера. На эти цели в бюджете региона предусмотрено 3,516,000 рублей. Субсидия будет предоставляться один раз в год на безвозмездной и безвозвратной основе по ставке 164 рубля на одну голову оленя. Согласно документу, право на получение субсидий получат родовые общины, в которых есть поголовье оленей, договор аренды земельных участков или земель сельскохозяйственного назначения, и которые добились как минимум сохранности поголовья за отчетный год. Всего в округе оленеводством занимаются 9 семейно-родовых общин коренных малочисленных народов Севера. 8 из них зарегистрированы в Нельменом Носе, одна в Каратайке. Заявки на предоставление субсидий принимает Департамент природных ресурсов, экологии и АПК до 1 сентября. Более 200 миллионов рублей выделили в Ненецком округе для нужд санитарной авиации. Ежегодно в регионе совершаются около 200 вылетов по санитарному заданию. Налет составляет до 600 часов. 31 июля авиаторы планируют вылет в стойбище СПК Ерф, где врачи проведут полное обследование оленеводов и их семей. Кроме трех медиков, флюоротряда в состав медицинской бригады входит 4 врача передвижного медицинского отряда – вакцинатор из амбулатории поселка Красного. Всего по данным прошлого года в СПК Ерф числится 64 человека. Это семьи оленеводов вместе с детьми с 15-летнего возраста. Планируется обследовать не менее 42 человек, что составляет 65% от общего количества. Часть из них уже прошла обследование в марте этого года, когда флюоротряд работал в поселке Красное, где располагается база сельскохозяйственного производственного кооператива. Со слов врача-рентгенолога Андрея Помысова, аппаратура для обследования современная, с высокой пропускной способностью. Поэтому за полтора дня обследуют всех, кто в эти дни будет находиться в стойбище. Для приема пациентов медотряд развернет в тундре мобильный флюоркабинет и палатку с дополнительным оборудованием. Медицинские работники посетят и оленеводческую бригаду ХАРП. 29 июля туда вылетит врач Красновской амбулатории. За четыре дня ему предстоит провести медосмотры и сделать семьям оленеводов прививки от кори и дифтерии. Всего в места кочеве оленеводов в рамках празднования Дня оленя будет организовано 17 рейсов. Торжества запланированы в 12 СПК и 9 семейно-родовых общинах. Вертолетами в стойбище доставят гостей, родственников оленеводов, продукты питания, хозяйственные товары, стройматериалы, праздничные подарки и призы для участников соревнований. Кроме того, в гости к оленеводам в общину Ямпто отправятся сотрудники службы статистики. Они актуализируют списки людей и хозяйственных объектов. Также переписчики планируют побывать в шести семейно-родовых общинах Нельмена-Носа. Специалисты миграционной службы выдадут оленеводам паспорта и примут документы на обмен, проведут необходимые консультации. Отправятся в хозяйство и творческие самодеятельные коллективы. Тельвиска подготовила концертную программу для СПК ХАРП, которая отмечает свое 85-летие. В самодеятельный театр Ханептём культурно-туристического центра НАУ отправится поздравить новым спектаклем оленеводов СПК «Восход». Журналисты телеканала «Север» будут освещать все события в рамках Дня оленя. 31 июля мой коллега Олег Танзейский отправится на Колгуев, чтобы своими глазами увидеть главный подарок колгуевским оленеводам. Вверх по Печоре мой коллега побывал в одном из муниципальных образований и узнал, как живут его жители. Культурные объекты Ненецкого округа прошли фотофиксацию. В округе побывали архитекторы с Большой земли. 8 миллионов на благоустройство. Грант на такую сумму получил Великовисочный сельсовет от администрации региона в мае этого года, чтобы сделать жизнь в трех населенных пунктах более комфортной. На что именно ушли деньги гранта, узнавал Олег Танзейский. Сразу в трех населенных пунктах Великовисочного сельсовета до конца лета появятся первые в регионе понтонные причалы. Их еще называют модульными. Они собираются буквально за считанные минуты по принципу знаменитого конструктора «Лего». Вот так выглядят понтонные блоки. Легкие, но в то же время надежные. Оболочка пластиковая, а внутри только воздух. Поэтому конструкциям не страшны любые волны. Плавучие причалы возведут в Виске, Тошвиске и Лабожском. В понтонах, я думаю, что жителям будет удобно спускаться в судно и выходить на берег чистыми, не пачкаться. Помимо прочего, в Тошвиске и Лабожском построят сезонные мини-вокзальчики. В теплых помещениях пассажиры смогут ожидать водный транспорт. Практично и экономично. Все эти новшества местная администрация внедряет на средства гранта. Его сумма – 8 миллионов рублей. Деньги в основном идут на благоустройство муниципалитета. В административном центре работы уже ведутся. Село преображается буквально на глазах. Вот строители меняют прогнившие мостовые. Люди-то уже как отзываются? Довольны? Довольны, очень. Будем ходить по хорошим мостовым. Работы хватает всем. На благоустройстве села задействовано чуть ли не все население. А зарабатывают и студенты, которые приехали на летние каникулы. В общем, без дела никто не остался. Ближе к осени ожидается новый фронт работ. В Великовисочном планируют высадить деревья, построить открытый каток и обновить детские площадки. Кстати, детвора здесь тоже не скучают. Школьники играют, занимаются спортом и готовятся к учебному году. А я осенью пойду в школу. Первый класс? Угу. Ну, готовы уже? Ну да, только надо еще что-нибудь купить. Мама не обещала заказать рюкзак. Мечта у этих ребят всего одна. Зато какая они хотят, чтобы в их селе построили бассейн. Ой, сейчас бы купались. А вот взрослым сейчас явно не до купания. Они подсчитывают ущерб, нанесенный весенним паводком. Два месяца назад виска оказалась под водой. Затопила улицы, дома и огороды. С бедой справляются самостоятельно. Урожай, наверное, будет слабенький в этом году, потому что посадили поздно. А потому что приходила после дохода вторая вода, и буквально от этой крайней грядки, вот столичка только, если было видно, и все. Частное хозяйство Виктора Безумова сейчас переживает сложные времена. На большой урожай пенсионер уже не рассчитывает. Причины две – наводнения и холодное лето. Собранных овощей едва хватит до следующего сезона. Впрочем, Виктор особо не переживает. У огородника есть верный кормилец – старенький трактор советской сборки. Не так давно стартер новый приобрел. Латвийского производства, кстати, редукторный. Все прекрасно заводит. Этому трактору уже 24 года, а в двигателе ни единого лишнего звука. Раньше тягач принадлежал колхозу, потом он 10 лет стоял без дела. Пенсионер технику выкупил и до сих пор нарадоваться не может. Применяю по хозяйству, он помощник хороший. У него и гидравлика работает, все вот. Остальные сельчане, у которых нет железных помощников и дополнительного дохода, надеются только на свои силы. Однако тем, кто пострадал от большой воды, все же помогут. Администрация Заполярного района местным жителям пообещала покрыть затраты, связанные с покупкой материалов для проведения ремонта в своих домах и на участках. Олег Танзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север», Великовисочная. Там же в Великовисочном отреставрировали одно из самых знаковых мест сельчана – Белиск Победы. Памятник обновили еще в преддверии 9 мая в рамках волонтерского проекта. Тогда на восстановление монумента населенный пункт выиграл грант в размере 30 тысяч рублей. Деньги потратили на покупку краски и изготовление металлической обшивки, в которую затем буквально обернули часть памятника. Реставрировали обелиск всем селом. Всего несколько часов работы, и вот что из этого получилось. Культурные объекты Ненецкого округа прошли фотофиксацию. Ярославские архитекторы сделали снимки исторических построек в Устье и Лабужском и вернулись на Ринмар из экспедиции по культурным объектам. Всего в регионе их 10, как в городе, так и в населенных пунктах. По словам архитекторов, сохранить природные и естественные условия вблизи исторических памятников и зданий очень важно, не только для потомков, но и туристов. Нас очень тревожит ситуация, которая складывается в Устье, когда рядом с замечательным объектом культурного наследия, домом Сумарокова, который, кстати говоря, сегодня находится в завершающей стадии реставрации, появляются земельные отделы. И здесь, конечно, наша задача определить те параметры предполагаемого строительства, если оно там будет все-таки вестись, чтобы не повредить условия восприятия этого памятника архитектуры. Данные по каждому объекту будут переданы в Федеральное министерство культуры. После согласования администрация Ненецкого округа примет постановление. Оно закрепит статус соответствующей охранной зоны и режима использования территории. Также документ утвердит правило строительства новых сооружений вблизи каждого объекта. Это здание построено в 1939 году. Наша окружная администрация. Общая площадь помещений более 2000 квадратов. Высота шпиля 10,5 метров. Чтобы сохранить первоначальный вид, облик здания кардинально не меняли. Лишь две небольшие реконструкции. Сегодня здание окружной администрации внесено в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Совсем рядом планируют возвести новый корпус. Он расположится на пересечении улиц Смедовича и Победы. Ярославские архитекторы, за плечами которых 10 лет работы с историческими ценностями, такое местоположение одобряют. Говорят, новострой органично войдет в исторический ансамбль главпочтамта и Дома советов. Это масштабная застройка, которая подчеркнет не только пространство площади, и историческое пространство площади. То есть придаст ему черты русской площади. Но и, может быть, оттенит какие-то новые строения, которые, естественно, нуждаются, в частности, культурный центр, который, естественно, нуждается в некоем своем масштабном фоне. Здание будет невысоким, деревянным, с характерным вытянутым вверх профилем. При его возведении будут использованы традиционная форма, современные приемы и материалы. Это позволит завершить формирование исторической части города и связать ее с новой. Валентина Чебичек, Александр Дуркин, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Ненецкая молодежь готовится к поездке в Болгарию. В южном городе Китен пройдет международный форум-фестиваль «Мы за мир во всем мире». На большую встречу позвали представителей нашего региона. Ненецкие танцы в Норвегии. Участники народного танцевального коллектива «Хайяр» побывали на музыкальном фестивале коренных народов «Ридду-Ридду». Ежегодно он собирает самых ярких представителей со всего мира. На 24-й фестиваль в деревню Мандолин, что в Северной Норвегии, съехали 70 музыкантов, танцоров и вокалистов. Они прибыли из России, Норвегии, Гватемалы, Австралии, Новой Зеландии, Монголии, Польши и Канады. Четыре дня на сцене звучала этническая музыка, выступали знатоки народного искусства. Мы выступали с танцами, представляли танцы. Сингакотя и пунушки. Танцы очень игривые, интересные. Очень многих заинтересовало, и от нас очень многие не могли оторваться. У нас был мастер-класс по танцам. Каждый выделялся два часа на то, чтобы обучиться разным танцам, разным фольклорам. Также участники фестиваля мастерили народные сувениры, попробовали себя в фотографии, слушали лекции по театральному искусству. По словам участников фестиваля, такая форма общения способствует обмену опытом и сотрудничеству между коренными народами. Молодежь округа продолжит обмен опытом, но уже в Болгарии. В конце августа в южном городе Китен пройдет седьмой международный форум-фестиваль «Мы за мир во всем мире». Он объединит более 130 человек из регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Участники форума – представители актива молодежных общественных организаций, неформальных сообществ, молодые люди, занимающие активную социальную позицию. Нинецкий округ представит свою делегацию впервые. Сразу же скажем, что от нашего региона принимают участие три человека, активные молодежи – это и студенты, представители студенчества, и представители предпринимательства, так скажем. А вообще работа форума будет организована по трем основным направлениям. Это личностные компетенции, проектные техники, управление сообществами. Ну и основная факультативная часть – это, конечно же, 70-летие победы в Великой Отечественной войне. По словам организаторов «Большой встречи» Департамента молодежной политики и туризма «Ямала», форум на протяжении шести лет остается площадкой для развития международного молодежного сотрудничества. У участников есть возможность продвижения новейших российских социальных технологий в субъектах Российской Федерации и Содружественных стран. Это были новости от наших корреспондентов. Напомню, телеканал «Север» вы можете смотреть в пакете НТВ+, Триколор, кабельном вещании и в IP-телевидении НКС, а также в режиме онлайн на сайте trksever.ru. Далее прогноз погоды. Продолжение следует...